Друзья, добрый день! Сегодня у нас с вами крайне интересный вопрос. Спасибо за этот вопрос, потому что он мне позволит сейчас еще раз пройтись по интереснейшим материалам касательно дезинфектантов. Итак, Анна Шевченко спрашивает, подскажите, если смешать 70 мл спирта и 30 мл тоника для лица, получится ли адекватный антисептик? То есть можно ли смешать спирт в определенной пропорции практически с чем угодно приятным для кожи и получить антисептик? Да, конечно, вообще без проблем. Причем 70 мл спирта, скорее всего, вы в свободной продаже сможете достать где-нибудь 90% и 30 мл антисептика дадут нам примерно где-то 63% этиловый спирт. Это у нас классический практически антисептик, потому что если у вас спирт будет высоко концентрирован, 70% это вообще классический антисептический раствор по этиловому спирту, который хорошо работает не только на вирусы всех классов ранга, включая коронавирусы, но и на женикобактерии туберкулеза. И вообще у него очень-очень широкий спектр, получается, дезинфицирующего действия. Но это абсолютно бессмысленно с вами, не имеет действительно смысла, когда мы с вами говорим о нынешней эпидемии коронавируса. Почему? Потому что коронавирусы, несмотря на то, что вызвали такую широкую эпидемию, которая быстро-быстро развивается, относятся к очень слабым патогенам в плане устойчивости к дезинфектантам. Вот обратите внимание, у нас есть с вами базовый документ, на который мы можем опираться. Это не полностью он распечатан, но вы его можете найти в свободной продаже. Посмотрите, федеральные клинические рекомендации по выбору дезинфектантов для использования в больницах. Это у нас документ Минздрава, который официально принят, естественно, на текущий момент к исполнению всеми медицинскими учреждениями и является продуктом, не просто кто-то взял и написал, а это работала целая комиссия эпидемиологии. Много ученых-эпидемиологов и дезинфектологов, которые проработали порядка 200 научных источников, на основании которых очень интересные данные. Есть, которые сейчас я покажу. Самая интересная таблица, которая в этом документе для нас есть, в РУИ-2, это таблица, которая разделяет все патогены по степени устойчивости к дезинфектантам. Обратите внимание, самые устойчивые, там вообще вирусов нет. Первый класс микроорганизмов, высокоустойчивые, там у нас прионы и споры бактерий. Второй класс, это чуть ниже устойчивость, ранг В, начинается с микобактерий туберкулеза. И только с ранга Г, во втором среднеустойчивом классе, у нас с вами появляются первые вирусы. Причем это не интересующие нас, я извиняюсь, здесь просто выделяла для себя цветом, поэтому при распечатке так получилось. Наиболее устойчивыми являются, например, вирусы полиомиелита. Также устойчивые обычные риновирусы, которые банальные риниты, банальные респираторные инфекции вызывают. Они у нас в этой средней устойчивости. А все интересующие нас вирусы находятся в классе низкоустойчивых в ранге И. Это у нас самый низкоустойчивый класс. Обратите внимание, здесь все гепатиты, B, C, D, кроме А. Здесь у нас вирусы герпеса, вирусы всех гриппов, парагриппов, все коронавирусы. Вирусы геморрагических лихорадок даже такой страшный, как Эбола и Марбурга. То есть болезни страшные, а вирусы слабенькие, их убить легко. И да, у нас, естественно, по привычке, поскольку просто еще не успели к моменту пикового развития эпидемии набрать научных данных, Роспотребнадзор на основе вот этих федеральных клинических рекомендаций рекомендовал для дезинфекционных мероприятий, для профилактики заболеваний, вызванных коронавирусами, в том числе 70-процентный этанол. Но, кроме этого, у нас коронавирусы чувствительны еще к целым шести разным группам вирулицидов, то есть веществ с противовирусной активностью. А вот то, что касается спиртов, я бы по этому поводу делала отдельный пост. Есть вообще интереснейший материал. Обратите внимание, вам вообще не нужен 70-процентный спирт. Вам достаточно 30-40% для того, чтобы полностью справиться с нынешним коронавирусом. То есть вы можете взять обычную банальную водку, не надо мучиться и доставать медицинский спирт, который сейчас сложно достать. Добавить в нее все, что угодно приятное для кожи, например, тот же тоник. С кремами будет сложно, потому что спирты высокой концентрации, а выше 10%, это все высокое, очень мало что удерживает. А вот любые тоники, гели увлажняющие, там будут пленкообразователи, которые немножечко будут защищать кожу от пересушивания спокойно, совершенно можете добавлять. Вот любой увлажняющий гель для рук берете или для тела и добавляете водку. И получаете вполне себе адекватный антисептик, если мы говорим именно о коронавирусах. Не о каких-то других патогенах, а именно о нынешнем коронавирусе. Смотрите, есть интересное очень исследование, которое как раз было посвящено инактивации SARS-CoV-2, это как раз наш новый коронавирус, несколькими широко используемыми рецептурами дезинфектантов. Во-первых, алкоголями, как раз этиловым и пропиловым спиртами, и определенными салфетками. Это салфетки тоже спиртосодержащие, только там же добавим глицерин и что-то еще увлажняющее. Обратите внимание, это не просто вот какое-то заказное исследование, то есть не какой-то фармгигант заказал, проплатил и получил те данные, которые ему нужно было получить. Это государственное исследование, оно выполнено аж в девяти разных научно-исследовательских центрах Германии и Швейцарии. Зачитывать отдельно не буду, тоже есть в свободном доступе, можно в Google Академии, вот прямо по этому названию загуглите и скачайте, посмотрите. Обратите внимание, причем финансировалось оно Европейской комиссией и Министерством здравоохранения, это у нас получается образование и исследование Германии. То есть это государственное исследование, оно не ангажировано. И что оно показало? Я пролистываю салфетки, они нас не очень интересуют, нас интересуют вот эта вот страничка. Обратите внимание, это как раз тарировали процент спиртов, при которых хорошо падает титр нового коронавируса. Вот у нас этиловый спирт, вот у нас пропиловый спирт. Вот посмотрите, уже на 30% этилового и пропилового у нас титр вируса падает на 5,9 десятичных логарифмов. Что это такое? Это порядки. То есть падает практически на 6 порядков. 6 порядков это в миллион раз. То есть у нас получается уровень снижения титра находится где-то в диапазоне от 100 тысяч раз до 1 миллиона. Нас 100 тысяч тоже вполне себе устроит. Это считайте, титр вируса уходит в ноль. Вот эти вот низкие количества, они уже будут безопасны в плане вероятности инфицирования. И обратите внимание, не нужно гнаться вот так же за высоко концентрированную спиртами. По принципу на всякий случай убить все еще кроме коронавируса. Потому что видите, у пропилового на 80% уже ярко выраженная цитотоксичность возникает. То есть клетки кожи тоже будут умирать. Не нужно. Даже если вы покупаете антисептик, где концентрация пропилового или изопропилового спиртов высокая, вы со спокойной душой можете адекватно, например, 60-65%, со спокойной душой можете в полтора раза его развести, получить 40% концентрацию, отойти немножечко дальше от цитотоксической дозировки. Но вы будете совершенно уверены, что непосредственно с коронавирусом такой дезинфектант справится. Поэтому, конечно, все равно кожа будет убиваться. И здесь есть альтернативные очень хорошие действующие вещества. И мы с этой недели, кстати, уже все вывели в свободную продажу. Средства, которые вообще беспиртовые, но по эффективности как 70% этанол против вирусов. Но если вот пока еще нет возможности это купить, а в широкой продаже это появится, наверное, недельки через полторы, то есть пока это через наших дистрибьюторов, там дойдет до конечных магазинов, и пока это, например, в Альпересе появится, то вы спокойно берете водку, добавляете любой увлажняющий гель и пользуетесь этим как дезинфектантом. Не нужно совсем уж убивать кожу высокими концентрациями этанола. Всем отличного дня! Субтитры сделал DimaTorzok